Привет! Мы попытаемся зарегистрировать и получить электронный полис ОСАГО. Вот примерно что из этого вышло. Сейчас мы попытаемся оформить полис ОСАГО страховой компании РЕСА онлайн. С 1 января 2017 года можно получать полиса не в офисе, можно залогиниться через госуслуги, быстренько все оформить без своего присутствия, распечатать полис и пользоваться. Но, к сожалению, почему-то страховые компании постоянно какие-то препоны создают. Нельзя просто так зарегистрироваться, оплатить и получить полис. Существует несколько таких основных проблем, например, то, что очень не любят страховать автомобили до 100 лошадиных сил. Разумеется, страховка стоит копейки, страховщикам неинтересно, они в случае ДТП платят больше, чем получают. Они пытаются постоянно как-то отвертеться от получения таких клиентов, либо просто не заключают полис, отправляют другую страховую, либо в лучшем случае могут предложить кучу дополнительных услуг, таких как страховка жизни, страховка от удара молнии, от укуса клеща, от наводнения, либо без неограниченную страховку. Значит, я сегодня уже третий день попытаюсь получить онлайн-полис страховой компании РЕСА. Я скажу сразу, что пытался получить Росгострах, ВСК, Макс М, Югория. Естественно, мне интересно получить страховку у той компании, которая есть в офисе в моем городе, в которой я могу прийти ногами, в страховом случае получить от них какую-то помощь. По правилам Российский Союз автостраховщиков, РЕСА так называемый, должен предложить страховую, другую, если нет возможности приобрести полис в одной из тех, к которым вы обратились. Например, что получилось с Росгострахом, с Макс М и с Югория. Я вносил данные, то есть легко регистрация проходит, все, что необходимо, мы указывали. После чего они просто автоматически перенаправляют в конце на сайт РЕСА, где РЕСА предлагает другую страховую. У меня была страховая, которая называлась Надежда. Юридический адрес у нее находится в Бурятии, в Белграде офиса страховой нет. Разумеется, мне абсолютно неинтересно получать полис от страховой, которая не представлена в моем городе. Самое интересное для меня было, это получение страховки в страховой РЕСА гарантия. Довольно хитрым образом происходит оформление ее. Вот сейчас мы с вами сможем наблюдать. Я уже пытался застраховать, точнее получить полис, застраховать автомобиль в течение двух дней. То есть вчера, позавчера. Сегодня третий будет. Попыток было множество. Вот о чем можно судить по полученным кодам подтверждения. И здесь, наверное, уже пять десятков за вчера и за сегодня. Ну, примерно где-то раз в две, в одну, в две, в три минуты я пытался зарегистрироваться. Значит, я написал уже два письма в техподдержку замечательной страховой организации. Пока ответа мне не пришло. Звонил службу поддержки, отсылают на обратную связь. Ну, сейчас мы с вами попробуем зарегистрироваться, как это происходит. Значит, страница входа на сайт. Мы логинимся через госуслуги. Опять же, повторюсь, это обязательное условие. Здесь уже должны были быть, по идее, бланки ОСАГО. Я их оформил за это время. Не меньше шести штук. Естественно, с одними этими же данными. Они не сохраняются. То есть, у вас каждый раз, когда вы находитесь у компьютера, есть, грубо говоря, один подход, так скажем. То есть, вы полностью заполняете бланк. Полей там довольно-таки немало. Это еще хорошо. Я логиниюсь через госуслуги. То есть, у меня персональные данные, они здесь уже есть. А для людей, которые заходят вручную, наверное, придется вводить каждый раз каждое поле. Смысл в чем? Сейчас мы посмотрим сам процесс регистрации. Здесь можно выбрать срок действия полиса. Начало, конец. Автоматически они прибавляются, добавляются. То есть, не суть. Пусть будет с 21 числа. То есть, период рассчитывается автоматически. Продолжаем. Личные данные, все персональные есть. Они добавились из портала госуслуг. Выбираем наш автомобиль. Значит, наш автомобиль максимально неинтересен страховщику, потому что это маленькая машинка. Это Skoda Fabia 2013 года. С очень скучным двигателем. Выбираем год. Очень скучный двигатель. Мощность у нее всего лишь 69 лошадиных сил. Повторюсь, страховщики очень не любят маломощные автомобили, потому что они дешево страхуются. Вспомним все необходимые поля. Основные данные введены. Нам теперь нужно добавить водителя. Я, получается, новый клиент этой страховой компании. Два года я не страховался ни на одном из автомобилей. Если я на чем-то ездил, то это были автомобили с неограниченной страховкой. То есть, получается, два года у меня перерыв. Поэтому, естественно, весь стаж у меня обнулился. То, что я получил права в 2004 году, уже как бы это не имеет никакой роли. Все заново, так сказать, если вы хотя бы год не регистрируетесь ни в одной из страховых. Мы ввели все данные. Все поля у нас заполнены. Далее надо нажать кнопочку «Рассчитать». Сейчас система нам подсчитает, сколько же будет стоить страховка. ОСАГО у меня будет стоить 5353 рубля 40 копеек. Это без учета всяких скидок. Как я уже говорил, я не страховался в прошлом году. Далее. У нас есть волшебная кнопочка «Сохранить». Мы можем ее нажать, чтобы сохранить все данные. Мы перепроверяем очень внимательно все наши данные. Паспортные данные, данные автомобиля. Нажимаем «Сохранить». Забавно, но сохранение после нажатия кнопки не происходит. То есть, если вы сейчас закроете браузер, зайдете заново на страницу «Ресса гарантия» своего полиса вы не увидите. К сожалению, как я уже говорил, заполнение надо делать в один подход. То есть, вы к компьютеру подошли, начинаете заполнять. Если вы отошли, попили чаю или покурили, тайм-аут страницы автоматически вас выбрасывает. Это происходит на всех сайтах. Какой-то период времени указан, на который происходит так называемый тайм-аут. Вам придется заполнять все заново. Дальше происходит самое интересное. Нам нужно подтвердить достоверность указанных данных. Происходит верификация при помощи телефона. Мы должны с вами получить код в смс, которых мы с вами уже за эти два дня получили. Пять десятков, наверное, не меньше, кроме шуток. Код, как вы видите, непростой. Он состоит из сложных символов. Здесь разные символы пунктуации и так далее. Скобочки. Вот мы сейчас попробуем их ввести. Заглавная это буква или строчная. Вот попробуйте угадайте. То ли это L, то ли I, то ли прямая, прямой слэш так называемый. То есть я вам напоминаю, что все вот это происходит и делается для того, чтобы вы отказались от получения полиса онлайн, пришли в офис, переплатили и купили еще парочку услуг, которые вам там навяжут. А они вам их навяжут. Либо просто скажут, не нравится, идите в другой, в офис другой страховой компании. Мы с вами попробуем ввести новый код. Вот этот мы удаляем и ждем получения нового. То есть видите, даже здесь у нас появляется сообщение красным цветом о том, что либо кода нет, либо он введен неправильно. Мы сейчас с вами узнаем, правильно мы его ввели или нет. Вот как бы это такая лотерея. Можно до бесконечности набирать эти кода, пока не попадутся два более или менее угадываемых. Они есть, да, из пяти десятков штук 15 найдется. И при этом я вводил неоднократно и код, смс-код правильно, и капчу, которая ниже. Но регистрация почему-то все равно не происходила. Это вот просто, знаете, извините, это саботаж. Это намеренно сделано, чтобы люди не регистрировались онлайн, чтобы они приходили в офис и платили. Проверяем код. Знаете, код опять неправильный. Скорее всего. Хотя где здесь можно было ошибиться? Снова неправильно. При этом на этой странице, да, для клиента, который сделал, вот, например, как я. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ровно 10 неудачных попыток. Ниже издевательская надпись. Внимание! Оперативное и гарантированное заключение электронного договора ОСАГО на сайте Российского Союза автор страховщиков можно получить там. То есть мы переходим снова на сайт РСА и нам снова предложат страховую компанию «Надежда», которой нет в моем гордике. Везде по одного пробела, а здесь мы видим два пробела стоит. Это что? Значит пробел? Да, и символов меньше, чем здесь. Давайте новый код получим. Потому что этот код какой-то с подвохом. Ну, то есть вот как бы нормальный человек, по идее, да, вот попытки с восьмой хотя бы, он должен это сделать, но никак не после семи-десяти попыток или сколько уже получилось. Точно больше полусотни. Второй день без остановки. То есть нормальный человек должен когда-то угадать правильно. И при том, что я сегодня неоднократно вводил все и не было даже сообщения об ошибке, то есть это очевидно сделано для того, чтобы просто ставить, так сказать, палки в колеса и ждут с распростертыми объятиями в офисе, с дополнительными услугами бесконечными. Пишут в интернете, что народ говорит, что получить пароль можно как бы один раз, грубо говоря, если он правильно введен, можно в следующий раз вводить только новые капчи. Мы сейчас снова попробуем это сделать. У людей получается победить, победить систему, но опять же это те люди, которые продлевают полис. У них уже был договор в прошлом году, а у меня не было этого договора. Я новый клиент, который ему абсолютно не нужен, с маленькой машинкой, у которой 69 лошадиных сил, которые стоят капи... Ради чистоты эксперимента давайте сгенерируем новый код, полученный по смс. А то потом же ж мне скажут, наверное, а почему вы не ввели новый код, полученный по смс. Введем. Пожалуйста. Снова нет сообщений о том, что было что-то введено неправильно. То есть уже в какой раз? В пятый раз я ввожу все правильно, система меня не принимает. Продолжаем попытки. Ну, собственно, после кучи попыток, которые мы сделали, и после такого количества удачных попыток, то есть система мне не давала сообщения, что я ввел какой-то код неправильно, тем не менее, зарегистрироваться мне не удалось. Вот если же мы нажмем на ссылочку на сайт РСА, куда они мне предлагают... О, надо же. Здесь даже все данные сохранились. Не, не, ничего не сохранилось. Не, не, конечно, ни в коем случае. Нужно будет заново все оформить. А РСА мне предложит снова страховую, которую у меня в городе нет. Ну, собственно, я считаю, что это сделано все для того, чтобы люди не могли получить особенно новый полис на сайте. Ну, мне придется жаловаться. Я уже написал пару писем в службу поддержки с сайта. Два письма написал, точнее. Одно письмо я написал на форме обратной связи на самом сайте. Сейчас я отчитаюсь, так сказать, перед ними. Снова отправлю сообщение. А следующее сообщение я все-таки, наверное, уже отправлю в Банк России, потому что народ меня футболит. На звонки они отвечают неохотно. Обратная связь не отреагировала. Прошло уже больше суток с первой попытки. Я считаю, что пора бы уже, наверное, отреагировать. Я, пожалуй, сейчас вот сюда разок напишу, на почту. И следующее уже в Банк России. Своё обращение на форме обратной связи на сайте РИСО. Запомнил все поля. И вот, собственно, мой вопрос. Я уже до этого писал о том, что у меня постоянно вываливалось сообщение «Выбили неправильный код». Но в этот раз я уже несколько раз не получал такое сообщение. Поэтому я пишу, что «Добрый день, снова прощаюсь с проблемой». После нескольких десяток попыток не удается зарегистрировать полис. Я уже не получаю сообщение «Выбили неправильный код». Однако система не регистрирует моё заявление. Прошу исправить ошибку. Иначе буду вынужден готовить обращение в приёмную Банка России. Ну и все данные свои на всякий случай. Ещё раз я закинул. Введём код. О, видите, а здесь код довольно простой. Интересно, почему же в форме обратной связи капча такая простая, а там такая хитрая? Тоже интересный вопрос, да? Ещё одно обращение. Давайте теперь продублируем на почту, чтобы они не забыли. Здесь я, кстати, прикладываю скриншоты кодов. Я их понаделал целую кучу. У меня для них их найдётся лишних. Ответить. Случилось с регистрацией и получением полиса. Всё-таки мне пришлось, пришлось зарегистрироваться в страховой «Надежда». Я позвонил по горячей линии ВРСА. Мне сообщили, что в Белгороде у них есть... Ну, в общем, «Надежда» представлена в Белгороде альфа-страхованием. В случае чего я могу обращаться в альфа-страхование. Так как мне сроки поджимали, мне нужно было ставить машину на учёт, а страховки у меня не было. Мне пришлось обратиться в страховую «Надежда». Кстати, полис я получил довольно быстро, зарегистрировался. И тут же распечатал себе. Вот как-то так. В общем, не очень радостная история, конечно, получилась, потому что много времени я потратил, много нервов потрепал. Но всё же, какой-никакой, но положительный исход. Всем спасибо.